МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа События. Мы работаем в прямом эфире. О том, чем жила Самара, сегодня вам готовы рассказать наши журналисты. И я, Инга Пейнер, главные темы выпуска. Осуждён, но не раскаялся. Евгений Самсоник, изнасиловавший школьницу, выслушал приговор. Большая вода грядёт, Самарская область готовится встретить паводок. Не запутаться в сети, Роспотребнадзор советует быть осторожными, совершая покупки в интернете. Звезда арены в гостях у хвостатых родственников. В Самарском зоопарке после разлуки встретились братья Пумята. На выставке Ван Гога Гаген – главный экспонат. У самарцев есть уникальная возможность увидеть, чем закончилась роковая встреча двух гениев. Евгений Самсоник, изнасиловавшую школьницу, признали виновным и приговорили к 11 годам в колонии строгого режима. Также подсудимый возместит потерпевший материальный ущерб и моральный вред на общую сумму 225 тысяч рублей. Это решение сегодня вынес Советский суд Самары. Напомню, 9 октября злоумышленник ударил 17-летнюю девушку бутылкой по голове, а затем затащил в здание заброшенного морга, где изнасиловал и ограбил. Адвокат Евгения Самсоника говорит, что его подзащитный не согласен со строгостью приговора и собирается его обжаловать. С данным решением мой подзащитный не согласен. Считает, что его строго наказали. Кроме того, он не согласен с квалификацией данного приговора. На момент совершения преступления он не знал и не предполагал, что потерпевший является несовершеннолетним. Заседание проходило в обычном режиме, ну, закрыто имею в виду, а так никаких таких спорных тем не было. Подсудимый все время молчал. Вопросы он, ну, по некоторым моментам задавал, конечно, ну, а также свою причастность к совершению шикарных преступлениях он отрицал. Брат против брата. Судебные приставы помогли Самарцу попасть в собственный дом. Больше месяца мужчину держали за порогом родная мать и младший брат. Он обратился за помощью, и при решении суда его заселили в квартиру, вопреки протестам родственников. В том, что в этой истории с человеческой точки зрения не все так однозначно, на месте событий убедился Сергей Ромашев. Настоящая семейная драма развернулась в доме номер 14 по улице Клинической. Родственники Артема Мамата превратили квартиру в неприступную крепость и полтора месяца держали мужчину за порогом. Не может элементарно попасть в квартиру, где он зарегистрирован с 80-х годов. Потому что его мать, его брат просто его не пускают. Мало того, они еще подали иск, чтобы его вообще выписать на улицу и сделать бомжом. Чтобы не пополнить ряды бездомных и добиться справедливости, Артем обратился за помощью. По заявлению мужчины провели расследование и выяснили, что его требования на жилплощадь законны. В отделе судебных приставов Октябрьского района было возбуждено два исполнительных производства в отношении должников, которые проживают в одной квартире. По решению суда, родственников Артема обязали передать ему дубликат ключей от квартиры. Но они отказались исполнять это требование. Тогда в бой пошли приставы. Входную дверь им никто не открыл, поэтому Артем Мамат начал резать ее болгаркой. В этот момент в подъезд зашел его младший брат. После долгих споров младший брат Артем Мамата передал ему ключи и владелец смог попасть домой. Оказалось, что все это время его мать была внутри. Причины конфликта в семье остались нераскрыты. Однако женщина кое-что рассказала. Он осталось из меня. Бьет он в вас. Да, есть уже статья. Приставы составили акт о вселении взыскателя. Таким образом решение суда было исполнено. Но, кажется, точку в этой истории ставить рано. И скоро уже родственники Артема будут писать заявление в правоохранительные органы. Сергей Ромашов, Станислав Левин. События. Половодие в этом году в Самарской области может быть одним из самых обильных за последние годы. По предварительным прогнозам специалистов областного гидромедцентра, уровень воды в малых реках региона может подняться до 5 метров. Почва промерзала в среднем на 18 сантиметров больше, чем прошлой зимой. Высота снежного покрова выше прошлогодней средней отметки на 14 сантиметров. Если талые воды не смогут впитаться в промерзшую почву и пойдут в низины, в зоне подтопления могут оказаться 22 района области. Готовиться к весеннему половодию в Самаре начинает уже сейчас. На первом заседании противопаводковой комиссии главы муниципальных районов рассказали вице-губернатору Александру Нефедову, что намерены предпринять. Противопаводковые мероприятия должны выполняться совместно всеми ответственными службами на всех уровнях власти. Как мы всегда это делали, механизм и взаимодействие, понимание и опыт нас с вами отработал вполне достаточно. Ну и пока есть время, необходимо сконцентрировать на выполнении всего комплекса обладательных работ, все необходимые силы. Все деревья посчитали. В Самарской области в единственном регионе ПФО провели 100% лесоустройство. Так называют ревизию лесных территорий на предмет пород, возраста деревьев и определения границ. Министерство лесного хозяйства подвели итоги работы за прошлый год. Благодаря усиленной работе лесничих удалось снизить пожароопасность в три раза. Там, где огонь не пощадил лес, посадили новые деревья, восстановили 800 гектаров, провели обширную работу с вредителями. Самарский регион – один из трех ПФО, где регулярно обрабатывают деревья от насекомых. Не прекращается работа с арендаторами лесных территорий. За прошлые годы накопила задолженность более 100 миллионов рублей. Мы выявили, прошли через суды со всеми должниками и есть исполнительные листы. То есть мы выявили всех должников, получили судебные решения. Мы теперь знаем, сколько кто нам должен. И сегодня идет планомерная работа по взысканию этой арендной платы. Построить спортзал, обновить улицу, установить детскую площадку власти поддержит инициативы жителей сел и городов. Готовится новая госпрограмма финансирования народных проектов. Об этом говорили сегодня на съезде муниципальных образований Самарской области. Олег Зверев подробнее. Еще 9 участников Совета муниципальных образований области пополнили внутригородские районы Самары. В 2015 году они получили самостоятельность и подали заявки. И вот, согласно уставу ассоциации, прошло голосование. Результат единогласно. В зале присутствуют главы администрации и председатели Советов депутатов внутригородских районов. Давайте поздравим их с вступлением в нашу ассоциацию. Главная тема 12-го съезда Совета муниципальных образований – оптимизация бюджетов. Городам и районам нужны деньги на решение самых насущных вопросов. Резервы есть, считают в областном правительстве. Необходимо лишь навести порядок в деле налогов и сборов. В пример приводят Самару. В городе уже удалось значительно повысить наполняемость муниципальной казны. Об этом рассказал глава города Олег Фурсов. Администрация работает согласованно с целым рядом федеральных ведомств. Началась масштабная инвентаризация земель. Те, кто пользуются участками в городской черте, должны оплачивать их содержание. Мы, изучив ситуацию с января прошлого года в составе внутригородских районов, создали вмешательственные комиссии, куда вошли представители внутригородских районов, представители налоговой инспекции, депутатов районных советов, представители ТОСов, общественных советов, налоговые инспекторы с целью инвентаризации земельных участков и имущества, которые используются, но не зарегистрированы. Сейчас федеральное законодательство меняется в этой сфере. Есть примеры разных территорий, которые меняют стоимость, например, земельного налога. Если по истечению определенного срока человек, взявший на себя обязательства строительства дома, его как бы не построил, тогда там земельный налог увеличивается в несколько раз. А с марта в Самаре запускается еще и проект «Народная инвентаризация». Сообщить о бесхозных и неучтенных участках сможет каждый житель города. Еще один источник доходов – акцизные сборы. В городе ставятся амбициозные задачи – навести порядок на алкогольном рынке. В Самарской области работает система стимулирующих субсидий. Чем больше муниципалитет зарабатывает сам, тем больше получает областной поддержки. Но не все руководители территорий усвоили, что для этого необходима всеобщая мобилизация ресурсов. А чтобы каждый человек, проживающий на территории и крошку в ладошку несущий, понимал, что от его работы, от его нормального отношения к делу, от его включенности в процесс, зависит от того, будет дорога к храму или не будет, будет отремонтирована центральная улица поселения или не будет. Еще один механизм решения проблем появится в Самарской области. Сейчас готовится проект программы по поддержке народной инициативы. Предположим, жители решили благоустроить парк или отремонтировать двор. 50% суммы на эти работы они собирают сами, а еще половину добавляет муниципальная и региональная казна. Олег Зверев, Василий Калдашов, События. Новая победа «Самары ГИС». Редактор нашего телеканала НС Панченко стала лауреатом премии Союза журналистов России за профессиональное мастерство. Почетную награду в виде статуэтки «Быкаинесси» вручили за программы «Право на маму» и «Своя дорога». Церемония проходила в московском доме журналиста. У меня статуэтка «Бык», председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов, сказал, что это такой символ для нас, чтобы мы крепко стояли на ногах и еще и умели бодраться. На самом деле мне было очень почетно стоять на этой сцене, потому что в зале были маститы и журналисты России. Очень приятно, что работа региональных журналистов замечает на федеральном уровне. И, наверное, это некая мотивация и стимул для нас продолжать и знак того, что мы не зря. А теперь коротко о других событиях дня. Улетел в реку в Куйбышевском районе Самары. В среду вечером произошло ДТП. Водитель Фиата двигался по улице Белорусской и не справился с управлением. Аномарка пробила ограждение моста через реку Татьянка и рухнула на лед. Машина приземлилась на крышу. Водитель получил травму головы, но после оказания врачами необходимой помощи от госпитализации отказался. В момент аварии мужчина был трезв. На месте происшествия работали спасатели и сотрудники ГИБДД. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося. Осторожно, гонконгский грипп. В Самаре в связи с высоким уровнем заболеваемости на карантин закрыли 5 школ и 1 детский сад. Частично приостановили учебу 31 школа и 14 детсадов. 80% обратившихся к медикам самарцев больны именно гриппом группы А или гонконгским. В общей сложности за неделю заболели более 8 тысяч жителей. В регионе более 18 тысяч человек. Жительница Новокуйбышевска Дарья выиграла в лотерею более 700 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Стол АТО. На предприятии, где работает супруг Дарья, принято обмениться подарками в канун праздника. Каждому сотруднику подарили по 5 лотерейных билетов. За розыгрышем лотереи следила Дарья. По словам девушки, в первые минуты не поверила в успех. Теперь семья планирует часть выигрыша потратить на путешествие в Чехию, другую положить на счет в банке. Более сотни жалоб на работу интернет-магазинов направили жителей региона в Роспотребнадзор. В основном покупатели получили свой товар не вовремя, либо не имели возможности его вернуть. Эксперты советуют, чтобы не стать жертвой нерадивых продавцов и мошенников, нужно грамотно выбирать сайты. Как безопасно делать покупки в интернете, теперь знает Алина Чемерис. Чехлы для телефонов, шкатулки, украшения, товары в интернете Марина заказывает уже 5 лет. Недавнее приобретение – это кофта, которую теперь носит часто и с удовольствием. Рассказывает, чтобы товар пришел вовремя и надлежащего качества, важно правильно выбрать ресурс. Девушка ориентируется по отзывам и рейтингам. Я пробовала на других, я пробовала европейские сайты. Конечно, у них качество получше. Защита персональных данных, то есть они всегда отслеживают, что ты пишешь, просят, например, лишнюю информацию не вбивать. Доставка быстрее. То есть здесь ты знаешь, что через две недели ты получишь свою вещь. К сожалению, на китайских сайтах может пройти месяц, и два, и даже три, а может в итоге и не прийти. На надежность ресурсов советуют обращать внимание и специалисты. Важно, чтобы на сайте был указан юридический адрес компании, данные о регистрации, а оплата производилась на банковский счет организации, а не частного лица. В прошлом году на действия интернет-магазинов жители пожаловались в управление Роспотребнадзора свыше сотни раз. Основные причины – посылка пришла слишком поздно, нет возможности вернуть товар, не предоставлена информация о продавце и продукции. В 13 случаях виновников обязали выплатить штрафы. Специалисты советуют, прежде чем заказывать товар в интернете, хорошо изучить свои права. Потребителям следует знать, как бы заказывать товар через интернет, что у него есть право вернуть товар, то есть до получения в любой момент, после получения в течение 7 дней. Но если потребителю не представлена информация в письменном виде в момент получения товара о сроках возврата, данный срок продлевается на 3 месяца. Кроме риска не получить товар, в интернете существует куда более серьезная угроза – мошенники. Чтобы не нарваться на них, у опытных покупателей отработана техника безопасности. Самое главное – не прикреплять к сайту свою банковскую карту. Использовать какие-то сервисы электронных денег. Когда ты заводишь профиль, нашел себе товар, положил под этот товар денежку, перечислил – все. То есть, опять же, в любом случае, тебя, ну как, мошенники не найдут и не взломают, и не украдут твои деньги. Но все же, говорят эксперты, безопаснее всего оплачивать товар при получении. Когда есть возможность проверить его состояние и качество. А если все-таки попали в неприятную ситуацию, направить письменное обращение в Роспотребнадзор. Алина Чемерес, Артем Сулайманов, Дмитрий Мешканцов. События. Погасить долги и спи спокойно. В Самаре 200 человек могут лишиться благ цивилизации из-за большой задолженности. Сколько дней есть у неплательщиков, чтобы погасить недоимку, знает наш экономический обозреватель Лариса Шалафаст. Здравствуйте. Цена нефти сегодня понемногу повышается. За один баррель дают 55 долларов 70 центов. Валюта дешевеет. На 10 февраля Центробанк установил курс доллара на отметке 59 рублей 2 копейки. Евро 63 рубля 2 копейки. Золото стоит 2364 рубля. Серебро 33 рубля 68 копеек за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего доллар можно было купить за 59 рублей 70 копеек. Дороже всего продать за 59 рублей 1 копейку. Работодателей начали сажать в тюрьму за задержку зарплат. По итогам 2016 года в места лишения свободы отправились несколько сотен работодателей, сообщил Роструд. В пятерку самых дешевых машин в России попали два автомобиля производства автоваза. Лада Гранта и Лада Приора заняли второе и четвертое место рейтинга. А в Самаре 200 человек могут лишиться канализации из-за неоплаченных долгов за услуги водоснабжения и водоотведения. Уведомления об отключении уже разосланы. Теперь у злостных неплательщиков есть 20 дней, чтобы погасить долги. На этом все. Удачи в делах. Без лабутенов и восхитительных штанов на выставке Ван Гога и Гогена дресс-код не предусмотрен. У самарцев есть уникальный шанс познакомиться с творчеством двух гениальных художников. Оба не были признаны при жизни, голодали, испытывали финансовые трудности. В остальном их разделяло практически все. Почему их встречу считают роковой, причем для обоих художников, расскажет Марина Матвейшина. Почти девять с половиной недель. Именно столько прожили вместе два непризнанных при жизни гения – Винсент Ван Гог и Поль Гоген. Все эти дни они работали без отдыха, обмениваясь полотнами и идеями, при этом с трудом перенося друг друга. Это время оставило настолько глубокий след в творчестве и жизни двух художников, что его называют роковой встречей. Все начиналось как идиллия, полная надежд и творческих восторгов, а обернулась кровавой драмой. В момент помутнения рассудка Ван Гог отрезал себе ухо. Это официальная версия. По другой версии это сделал Поль Гоген во время ссоры с Ван Гогом и за женщинами. Но в любом случае, как бы то ни было, именно после этого Поль Гоген решил окончательно – с Ван Гогом он жить больше не в состоянии. После этого Гоген отправился на Таити, а Ван Гог спустя два года застрелился. Буквально за несколько часов до самоубийства он закончил картину «Вороны и поле». Работы обоих художников можно увидеть в Самарском художественном музее. Это не оригиналы, а литографии и ксилографии, выполненные в Америке в середине 20 века. Но задача этой выставки – не явить сами вещи, которые, естественно, находятся в других местах, а показать квинтэссенцию творчества Ван Гога с его сложным миром. В том зале работы Поль Гогена. Талант обоих художников проявился не только в живописи. Ван Гог оставил после себя большое эпистолярное наследие. Особенно цены его письма к брату Тео. Интерес представляют мемуары Гогена и его исследовательский труд о таитянской культуре и мифах. Все работы на выставке сопровождаются текстами только от первого лица. Марина Матвеевшина, Дмитрий Мешканцов. События. Важнейший из искусств в Самарской губернской думе открылась выставка «Фильм, фильм, фильм». Ее подготовили на основе документов, которые хранятся в Центральном государственном архиве Самарской области. История кино в Самаре началась 119 лет назад. Сегодня граждан знакомят с самыми первыми киноработами. Сергей Ромашов знает детали. Фильм, фильм, фильм. Фильм, фильм, фильм. Выставка с таким названием собрала в Самарскую губернскую думу как молодежь, так и представители старшего поколения. История кинематографа в Самаре насчитывает больше ста лет. Экспозиция рассказывает гостям, какое кино снимали в годы революции, что крутили в деревенских кинотеатрах и показывали детям. Дата открытия выбрана не случайно. Именно в этом году исполняется 90 лет со дня создания в Самаре, тогда наш город еще был в Самаре, в 1927 году, студии кинохроники. Конечно же, цель, ну вообще, сохранения исторических традиций, сохранения уважения к истории нашей области. Рассказать об истоках самарского кино пригласили человека-легенду Бориса Кожина. Он знает тысячи историй о городе и больше 40 лет возглавлял Куйбышскую студию кинохроники. Борис Александрович сетует на то, что летопись важнейшего из искусств сегодня уже не ведется. Надеется на ее возобновление. Срочно нужно восстановить кинолетопись нашего края. Срочно. Документальные кинокадры должны остаться. Должно остаться наше время для наших потомков. Ректор университета шахматов Евгений Владимирович обещал, что он все сделает для того, чтобы кинолетопись была восстановлена. Хотя год кино в России уже закончился, эта тема не закрыта. Депутаты Самарской губернской думы намерены и дальше привлекать к ней внимание жителей, а также поддерживать эту сферу искусства. Сергей Ромашов, Василий Калдашов. События. Встретились два хищника. Самарский зоопарк привезли детеныша канадской пумы на встречу со своим младшим братом. За семь лет в Самарском зоопарке родилось семь пум. Шестеро из них выступает в цирке. В единственном в России представлении с этими большими кошками. За встречей пушистых родственников наблюдала Олеся Корецкая. Двухлетний непоседа Максимус в ожидании. Скоро приведут старшего брата. К морозу привык, спасает густой подшерсток. Его старший брат Ник вырос в тепле, поэтому не такой пушистый и меньше размера. Долгожданная встреча братьев пумят состоялась. Ник на правах старшего брата повел себя сдержанно. Чего не скажешь о Максе. Он все-таки малыш, поэтому весело прыгал. Хоть и родные, а все-таки хищники, поэтому встреча через решетку. Животных в Самарском зоопарке дрессировщики Владимир и Наталья Исайчева навещают в каждый приезд. И всегда привозят своих хвостатых воспитанников. И пумы у них в номере только наши. Все шесть пум, а пумы у них шесть. Это приплод двух лет, десятого и одиннадцатого годов. Я, насколько знаю, это, наверное, единственный зоопарк у нас в России, где вот так вот приезжают уже, кстати, не первый раз в гости циркачи с бывшими нашими животными. Исайчевы, единственные в России, работают с пумами. Животные подвижные, сильные, могут прыгать на шесть метров в длину. Эти кошки не отзываются на кис-кис, только на свои имена. Хорошо реагируют на знакомый голос. С животными, которые родились в зоопарке, работать легче, признается Наталья. Увидел, да? Увидел брата. Самая, наверное, лучшая кошка. По ней видно, что у нее в данный момент в мозгу происходит. То есть, если она увидела объект, то у нее сразу можно по глазам прочитать. Ник – самый невозмутимый и ручной представитель пум. В тепле и вовсе потерял интерес к происходящему. Великодушно подпускает к себе всех для фотографии. Для самых маленьких – викторина и розыгрыш билета на цирковое представление. Алисия Карецкая, Сергей Баскин. События. Пять медалей привезли самарские спортсмены из Казахстана с зимней Всемирной универсиады. Какие успехи и неудачи постерегали наших атлетов. Сегодня на соревнованиях расскажет Сергей Кизоркин. Новости спорта продолжит эфир. Здравствуйте! Я Сергей Кизоркин. Значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Пять медалей привезли самарские спортсмены из зимней Всемирной универсиады. Самарцы вернулись чемпионами с Приволжского федерального округа по УШУ. Самара проиграла Ижевску, но продолжает занимать третье место в Суперлиге. Самара в матче баскетбольной Суперлиги проиграла куполу «Родники». В Ижевске горожане до этого матча никогда не знали поражений. На этот раз все сложилось по-другому. Хотя первую четверть Самарой выиграла в пять очков, но затем соперники устроили настоящие баскетбольные качели. То одна, то другая команда врывались вперед. Разница в счете составляла символические пять очков. Исход поединка решили трехочковые попадания в четвертой четверти. Более точными оказались баскетболисты купола. Ижевск победил 70-63. Несмотря на эту неудачу, Самара сохранила место в лидирующей тройке. За пять туров до завершения регулярного чемпионата Суперлиги горожане уступают лишь Новосибирску и Университету Югре. Восемь золотых медалей выиграли самарские спортсмены на чемпионате и первенстве Приволжского федерального округа по УШУ. В Казани любители восточных единоборств соревновались в спортивном и традиционном виде борьбы. Сборная Самарской области заняла четвертое место среди девяти команд. 11 самарцев в итоге поедут на чемпионат России по УШУ. Самарские спортсмены завоевали пять наград. Из них две золотые и три серебряные на зимней Всемирной универсиаде в Алма-Ате, Казахстан. Тольяттинские фигуристы Софья Евдокимова и Егор Базин заняли второе место в танцах на льду. Лыжник Валерий Гонтарь выиграл четыре награды в его активе. Серебро в гонке на 30 километров в массовый старт и в гонке-преследовании на 10 километров. Золото в индивидуальной гонке на 10 километров и в эстафете на 7,5 километров. Самарские спортсмены помогли сборной России занять первое общекомандное место в индивидуальном зачете. Второе у Казахстана, третье у Южной Кореи. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже почти 12 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи вам! Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин